Ребята, у нас в классе будет учиться новый мальчик. Зовут его Ярослав. К новой школе первоклассник Ярослава адаптировался достаточно легко. Сказался характер. Мальчик добрый, открытый, общительный, улыбается и уже отвечает на вопросы учителя. Давай, Ярослав. Мои любимые блины обычные, с черешной и с малины еще. И с малины. Вот такие вкусные блины пекут в семье у Ярослава. Кто еще хочет рассказать, какие длинные вкусные слова? А на перемене Ярослава окружили одноклассники, так сказать, знакомство в неформальной обстановке. С каждым он поздоровался, у каждого спросил имя и даже уже успел ребятам немного рассказать о себе. За всем этим со стороны наблюдает мама Ярослава, Надежда, и его старший брат Данил. Он, кстати, тоже будет учиться в этой же школе, только в четвертом классе. Тут все новое, интересно, все другое, чем в нашей школе. Она немножечко побольше, в два раза, можно сказать, или в три раза в нашей школе. Если детям тут хорошо, значит и я спокойна, говорит Надежда Духина. Собственно, только ради их безопасности семья вынуждена покинула родной Донецк. Ситуация, эти взрывы, все это дети слышали, все это понимали, здания, которые разрушены, то есть они спрашивали, от чего это. Естественно, уже дети подрастают, и они уже понимают, в какое время они растут, какие события у нас происходят. Обстановка тревожная, тревожная, очень неспокойная. Постоянно жили в страхе. Очень надеялись на лучшее, но приходилось жить в тех условиях, которые создало нам государство Украина. В Кордоникскую Духины приехали не одни, с ними еще одна семья. Остановились у родственников, районные власти совместно с различными социальными структурами помогли решить бытовые вопросы, обеспечили питанием и одеждой. Жители этой станицы встретили нас очень хорошо. Когда, ну как сказать, клич подался, да, то есть... Ой, подожди. Люди очень добрые, отзывчивые, поддержали, искренние. Ну, не было такого ощущения, что мы здесь чужие. Вот в трудную самую минуту чувствовалась поддержка. В Донбассе семье остался папа. Последние два дня с ним нет связи. И это, конечно, очень тревожит всех. Мыслями, а не с ним. Раз в день он звонил. Сейчас, последних два дня, мы с ним не связывались. И так же самым его родители остались. С ним мы поддерживаем связь. Обстановка очень тревожна. Город пустой. Постоянно перебои с водой. Свет также. Обстрелы продолжаются. Усиленные. Попадание в центр города есть. Жуткая обстановка. Сколько продлится вынужденный отпуск, Надежда не знает. Но каждый день молит Бога об одном – о мире в родном Донбассе. Мечтаем. Я могу что-то. Я могу что-то. Вернуться домой. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архиз, 24. 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 Роман Нагаев, Архиз, 24.